Всем привет! Меня зовут Олег Иванилов. Я автор программы QS английский язык, автор курса и автор этого скоростного метода усвоения всех речевых моделей. Почему я хочу сегодня поговорить о речевых моделях? Потому что язык в основе своей, то что мы говорим, все рептики, которые мы произносим, состоит из речевых моделей. То есть это утверждение, это предположение о дальнейшем, это предположение о наличии уже сделанного, это рекомендации какие-то и так далее. То есть как быстрее всего можно овладеть английским? Какой самый быстрый способ? Самый быстрый способ это привычка к языку. То есть в свое время мы когда-то в детстве привыкли говорить по-русски. Также мы могли бы привыкнуть говорить и по-английски, но в детстве в том бессознательном состоянии. То есть мы испытывали практическую необходимость наладить какие-то коммуникативные мосты. Дело в том, что сейчас, когда наша сознательная часть уже окрепла мозга и существует также бессознательная часть, которая улавливает только самые яркие какие-то моменты. Есть два пути усвоения языка, освоение языка. Это первый путь. Можно привыкнуть ко всем речевым моделям именно в среде общения. Но на это уйдет невообразимое количество времени, потому что для этого нужно, чтобы хотя бы раз пятьдесят вы произнесли каждую из них, и вы сами понимаете, что по времени это очень сильно растянуто. Что касается моего предложенного способа освоения языка, быстрого освоения языка, на уровне логики, мышления, причем невыдуманной логики, он строится таким образом. На жизненно важной лексике, на какой-то самой употребляемой части нашего словарного запаса, мы в течение краткого времени, всего в течение десяти дней, вы учитесь, я вас лично тренирую, то есть это индивидуальное занятие, каждую речевую модель, как ее отточить до совершенства, до экспертного уровня. То есть здесь не будет вопрос совершить ошибку, не совершить, и у вас будет привит дискомфорт к ошибке, так же, как вы не полезете в окно, а скорее откроете дверь, например, дома. И это все будет откатано до автоматизма, потому что, допустим, ручку двери мы не выбираем, мы не стоим и думаем, какой рукой открыть дверь, например. То есть здесь есть уже совершенная, ставшая привычкой моторика. Что касается тех мифов, которые отечественная филология, вообще мировая филология раздула вокруг языков, это все, скажем так, раздутая франшиза, то есть все поделили на несколько уровней, каждый из них там изучается по полгода, все это на самом деле несостоятельно, в силу того, что есть более быстрый способ. То есть на первом же занятии мы договариваемся о том, как вы строите мысли по-английски, не нарушая логику носителей этого языка. Многих может, конечно же, возникнуть вопрос, откуда мне известна эта логика. Дело в том, что я как дипломированный филолог, я предполагалось, что буду преподавать английский язык как бы языком филологов, то есть языком терминов, формул. И главное, чтобы эта формула запомнилась, а логика этой формулы, в общем-то, понимание каждой части этой логики, она была не так важна в этой концепции. Я усовершенствовал этот, скажем так, подход, выкинул оттуда все слова, которые тормозят процесс, все лишние грамматические категории, по праву лишние, потому что, например, 10 тем можно изучать как одну, и изучить ее неплохо, и даже сделать это за одно занятие. То есть мы максимально сжимаем время. Если бы когда-либо было некомфортно говорить по-английски, вот такие вот ситуации встречались, можете поправить все за 10 дней, буквально за 10 уроков английского языка. Примерно на, ну где-то на первом уроке мы договариваемся о всех типах высказываний. Их не останется никаких фраз, которые вы не могли бы логически перевести, то есть выразить по-английски. То есть принцип построения каждой фразы будет вам известен уже на первом занятии. Далее, где-то к третьему занятию мы эту логику приведем в относительную беглость, точность, мгновенность реакции. И далее с четвертого примерно по десятое занятия мы набираем также кучу всяких мелких нюансов. Делаем это в тренировке. То есть теория здесь будет занимать какую-то часть нашего занятия, когда мы наткнемся на проблему и тут же ее решим, повторим, уйдем от нее на два шага в сторону, потом опять вернемся. И речевая модель будет вашей. Будет вашей уже навсегда. Вы сможете ее увидеть, узнать, проанализировать где-то, допустим. Не будет таких фраз, которые были бы вам непонятны. Между уроками в любое время вы задаете мне вопрос, если хотите, по любой теме. Ну, то есть по любому типу построения любой фразы. То есть как строить вопросы, у вас не будет нескольких десятков схем, а будет лишь одна схема, ну, максимум две. Причем схема из двух элементов, где только берется самое важное, самое essential, как говорят в английском. Мы превратим английский язык в нечто очень самостоятельное, обреченное на развитие. Обреченное здесь такое положительное слово, позитивное. И к десятому уроку вы уже будете выражать мысли свободно. Любые мысли. Если вам не будет хватать слов, вы сможете использовать синонимичные конструкции. Но, тем не менее, так же по словарному запасу. Это не значит, что в течение 10 занятий мы остановимся лишь на жизненно важной логике. Конечно же. Некоторые фразы, слова, они употребляют каждый день. Я тренирую вас этими фразами пользоваться на автомате. Такие вещи, как, допустим, мы изучили, да, почему в сегодняшнем дне мы не что-то сделали, а имеем всего лишь сделанному к настоящему временному финишу, который страниц вперед. То есть, на этой основе, которая очень отличает английский язык от русского, мы действуем так. Например, там, допустим, сегодня я не звонил моим друзьям. Today I haven't called my friends, вы говорите. Например, сегодня я не был на работе. Today I haven't been to work. Сегодня я не открывал эту книгу. Допустим, today I haven't opened this book. Не имею открытой пока что, да. То есть, да, кстати, про книги хочу сказать. Особенно место в нашем обучении занимают книги. И где-то одна треть нашего занятия каждого, начиная с четвертого занятия примерно, будет посвящена тому, чтобы вы смогли, не боясь, оценивая свои широчайшие возможности, считывать любой текст любого какого-нибудь англоязычного романа, например, какого-нибудь художественного триллера, бестселлера и так далее. Мне для этого не понадобятся вот эти вот бумажные книжки. Естественно, это будет скорее виртуальная программа, которая уже включена в бонус, который вам также будет предоставлен. Это достаточно долгий срок подключения к программе тренировки QS Английский язык, которая после наших листьев занятий все приведет в очень беглое состояние. То есть, когда угодно вы можете ими пользоваться, и во время занятий, и после них. Кстати, нашу логику ускорит четвертый тренинг из 54-х. Это единственное, наверное, то, что нужно. Это исторические глаголы, которые принесли к своей форме из древности. Допустим, там, например, see, вижу, saw, видел, сильно увиденный. Именно так мы будем трактовать первую, вторую и третью форму. А не один, два, три, просто математически что-то там сложить и так далее. Одним словом, за 10 занятий проблема говорения по-английски, общения по-английски, она будет решена на уровне вашей собственной самостоятельности. Вам никогда уже не потребуются услуги каких-либо преподавателей. Покупать какие-то тонны литературы какой-то. Мы взяли все самое важное. Это работает как швейцарские часы. То есть мы берем логику, начинаем ее применять, потом доводим ее до максимума. С четвертого по десятое занятия мы ее ускоряем. То есть не будет таких мыслей, которые вы не могли бы перевести на английский. То есть, например, допустим, мне никогда не приходилось бывать в этом месте. Допустим, I've never happened to be in this place, например, at this place. Мне никогда не приходилось читать эту книжку. I've never happened to read this book. То есть, I've never happened, как мы говорим, оно никогда не приходилось. То есть, они говорят, я никогда не случался что-то делать. I've never happened to read this book. Я никогда не пробовал это блюдо. Никогда не пробовал. I've never tasted this dish. Если мы скажем, мне никогда не приходилось пробовать. I've never happened to taste this dish before. И, ну, таким образом, постепенно цепочка тренинга будет расширяться и расширяться. Если нам будет трудно, мы опять уходим на элементарные фразы, потом опять, опять идем в гору. И вот серия таких подъемов, она сделает ваш английский безупречным. Конечно же, вы не наберетесь тот словарный запас, который можно набрать там за год там и так далее. Но я научу вас читать книги без словаря и без помощи преподавателя. Это часть нашего урока третья, как я уже сказал. То есть, вы будете в этом разбираться, как заправский эксперт. На первых порах людям кажется, что 80% лексики, которая находится в книге, она неизвестна. И я хочу вас обрадовать тем, что это заблуждение, это всего лишь стереотип. И 10 дней, за которые якобы невозможно изучить английский и вообще ничему научиться, это тоже миф. Раньше нам нужны были какие-то, например, чтобы письмо отправить, какие-то немыслимые почтовые лошади, которые где-то на каждом пункте, в каждом городе меняются, это было долго, сейчас достаточно послать смс. Все быстрое, это усовершенствование старое. Понимаете? То есть, там была почта, и тут есть почта. Отправил, все вы получили, а вы на другом конце земного шара. Технология освоения английского языка через логику, она всегда проявляет себя, но идти к ней можно очень долго, а можно освоить ее за какие-то считанные 10 дней. Наши занятия проходят в комфортном режиме, они никак не повлияют на ваш ежедневный график, разве что 10 дней из вашей жизни, даже не полные дни, а какие-то чуть-чуть больше часа в день выделяете. И через 10 дней, уже на следующей неделе, допустим, если сейчас, когда я записываю это видео, сейчас у нас суббота, выходной день, и на следующей неделе уже, если вы, например, сейчас позвоните по телефону, как бы, плюс 7 962 969 6 7 4 5, он также я продублировал на экране позже, и мы договоримся, то есть у вас будет и доступ на полтора года к программе QS английский язык, и сам английский язык, за который я уже отвечаю за свои слова, то есть я гарантирую, что то, что не умеют делать другие, мы достигнем этого легко, без всяких домашних заданий, потому что домашние задания, как правило, дают люди, не успевающие что-то сделать во время тренировки, непосредственно на уроке. Это очень интересный также курс, вы узнаете не только, как мыслят англоязычные наши соседи по планете, вы также научитесь использовать это мышление, пользоваться им к собственной речи, в общем-то для этого это и делается. И, конечно же, проблема английского языка будет решена за эти 10 дней, это огромный массив, который просто не использовали этот ресурс школа, вуз, курсы английского языка, которые существуют за счет того, что вы к ним долго ходите. В нашем случае моя задача сделать вас самостоятельным по-английскому, максимально самостоятельным. И это что-то такое, понимаете, как подготовка космонавта к полету, где у него не будет рядом инструктора. То есть, здесь, конечно же, все безопасно для жизни, и очень так вот все это усваивается комфортно. Я, честно говоря, часто очень завидую тем, кто у меня учится, потому что люди по каким-то причинам, ну, дальновидные очень люди, которые приходят на мои занятия, они совершают в жизни настоящий прорыв в своей логике. То есть, если они раньше не видели разницы между делаю что-то сейчас и делаю что-то обычно, там, например, имею сделанным и сделал, то эта разница она приобретает. Надо делать ваши мозги более логичными, более умными. Это мышление по-английски, я бы назвал его системное мышление. и меня радуют те результаты, которые многие добиваются месяцами, годами, которые приходят на первых занятиях. Вы тоже можете это сделать. Цена вопроса весьма невелика, это даже дешевле цен, которые были в начале века, в некотором роде, там, ну, в середине десятых годов, да? То есть, если раньше урок стоил у меня там 1200-1000 рублей, то для пользователей QS английский язык, которые даже на месяц купили доступ, они имеют право на лояльную цену, которая сейчас в наше время составляет нескольким больше 100 долларов. То есть, это, грубо говоря, 7000 рублей и, ну, или 120 долларов. и за это время я беру на себя задачу, для некоторых задача неподъемная, для меня она уже автоматизирована, потому что каждый урок уже шлифовал себя настолько, то есть, каждая ступень в этом этапе вашего восхождения к самостоятельной английской речи, что практически совершенствуется только методы освоения каких-то на первый взгляд сложных конструкций на самом деле они не сложные. У вас не будет тех терминов, тех, как бы, ладно, хорошо. Все это, как бы, об этом даже, наверное, проще будет это все объяснить, чем об этом сейчас говорить. Но главное, что я хотел сегодня сказать в этом видео, ваш английский, вам не следует за него уже волноваться, если вы принимаете решение, то есть, уже, если сегодня начало августа, допустим, то вы еще до сентября сможете говорить, строить свои мысли. Может быть, не так бегло, как хотелось бы, но к этой вербальности вы уже привыкнете к программе непосредственно. Программа отшлифует вашу скорость. Но иногда бывает так, что человек изучает английский язык от нуля и привыкает очень бегло говорить. Это зависит от способности вообще коммуницировать. То есть, нет такой отдельной способности к иностранным языкам. То есть, есть лишь способность выражать свои мысли, делать это красиво, на презентабельном уровне. Я жду вас на своих занятиях. Меня зовут Олег Иванилов. Мой телефон плюс семь девятьсот шестьдесят два девять шесть девять шесть семь четыре пять. Это мобильная связь Билайн. Телефон у меня московский. Если вам трудно звонить, например, куда-то в другой город, допустим, или в другую страну, вы можете сделать это по скайпу. На сайте QSA английский язык существует раздел контактов. Там есть кнопка. И на главной странице тоже QSA английский язык quantum.start.com You can see a blue button. Есть такая синяя кнопочка, которую можно нажать. Если у вас скайп включен, автоматически пойдет звонок мне. Я всегда где-то в непосредственной близости от компьютера. И мы можем с вами договориться. И вот так вот легко и в финансовом отношении, и с минимальными временными затратами максимально комфортно обладеть английским языком. Спасибо вам за просмотр этого видео. I wish you came here and found me. I'm waiting for your call. Как говорится, всех вам удачи.